Всем привет! Продолжаем изучать Django REST Framework и Vue.js. И сегодня мы поговорим о стилизации нашего проекта. Зачастую как CSS Framework мы используем Bootstrap. На Vue.js давно уже написали расширение Bootstrap Vue, которое позволяет подключить Bootstrap к Vue.js. Но также имеется довольно много разных фреймворков, которые также можно подключить к Vue.js и как-то менять его стиль. К таким относятся как Vue.js, CSS Framework. Это даже больше чем CSS Framework. Здесь собраны уже довольно много разных компонентов, которыми можно уже пользоваться. Написанные специально уже на Vue.js. И стилизированные под разные, так скажем, шаблоны. Также есть MassView, который также позволяет стилизировать ваш Vue.js. Тоже довольно мощный, так скажем, плагин. Я привел в пример таких фреймворка. Мы будем использовать MassView. Давайте его подключим и посмотрим, как им пользоваться. В нашем проекте, конечно же, можно было использовать и Bootstrap. Но по причине того, что у этих фреймворков более обширные возможности, они больше представляют интерес, чем голый Bootstrap. Давайте приступим. Установим. Подождем, пока установится. Затем нужно его подключить. Вот пример его подключения. Затем мы импортируем его. И включаем. Импортируем. Мы усилем и Vue.js подключаем его. Затем нам показывается, что можно также подключать темы по умолчанию. У него есть несколько цветовых схем. Перезапустил Silver. И все у нас работает. Теперь давайте воспользуемся нашим фреймворком. Перейдем. Нас интересует Grid-система. То есть, сам Mass, он использует Bootstrap 4-й версии. В Bootstrap 4-й версии у нас уже добавлен Flex-поддержка. Посмотрим, как реализуется. Значит, мы можем писать Mucontainer, Rove, Call. И таким образом создавать Grid-систему. Перейдем в наш Project. И в нашем Home, вместо нашего главного div, напишем Mucontainer. Дальше сделаем Muro. Положим туда нашу кнопку входа и выхода пока что. Создадим еще один RAW. Внесем в него наш список комнат и сам диалог. Перейдем в наш диалог в нашей комнаты. Здесь у нас идет Classrooms. Мы можем заменить наш Classrooms на удалим его отсюда. и скажем, что это будет Cool. Вернее, это у нас Span идет. Давайте посмотрим документации. Да, это у нас идет Span. Значит, пишем Span будет равняться у нас пусть 4. Значит, sm будет у нас также 4. Через ремонт пишется вот таким образом. Хорошо. И наши диалоги посмотрим он у нас здесь задает высоту ширину border border оставим здесь допишем span пусть равняются у нас 8. Здесь у нас должен быть мукол смысл вот таким образом. Я же хотел перенести чтобы это у нас создавалось не таким списком, а через div. Получается, мы тогда избавимся от списка. с смысл так вы так забыл еще про одну настройку это импорт css данного фрейверка обновился наш сайт страниц обновилась смотрим на нашу верстку видим, что у нас есть общий контейнер в нем есть наша кнопка и название чата замечательно перейдем в наш home вот наше название чата и наши кнопки давайте вынесем наши кнопки в меню зайдем на страницу фрейверка и посмотрим здесь должен быть нет новопар вот он up bar скопируем скопируем его поместим его перед нашим ролл так вот эта иконочка нам не нужна перенесем перенесем наш баттон туда получается нам теперь нужно добавить к нашим баттам баттам и указать flat flat и slot right на эту кнопочку смотрим что у нас получилось из этого видео видим такой барчик теперь выход вход замечательно вот он наш списочек комнат нажимаем и вот он наш список диалогов давайте его пошире сделаем значит перейдем диалог здесь он у нас 8 а ром у нас 2 значит давайте его сделаем 10 это excel это на больших экранах если мы глянем на grid тут есть внизу описание excel это больше 1200 sm md span это по умолчанию так вот расширилась наши наш чат теперь мы перейдем типографию и смотрим что у нас есть мы имя нашего пользователя наверное сделаем слева от текста сам текст нет справа от текста его сделаем или как вот лучше реализовать чтоб оно выглядело хорошо мы значит поменьше сделаем само имя нашего пользователя у нас есть у нас есть h2 мы используем будем использовать p поменьше текст будет вот его можно просто выделить жирным сделать выделить сделать жирным для этого мы нажмем вот теперь замечательно и нам бы его еще и выровнять так справа чтобы он был выровнять справа наш контент не поменяем на старт так и нас интересует теперь и тем мы сделаем сделаем в конце перенесем наш цикл вниз так замечательно прижалось оно все к нашему правому краю теперь мы вот здесь добавим еще и контейнер чтобы у него были отступы вот замечаете в будущем после того как мы реализуем добавление наших пользователей чтобы еще кто-то писал чат в чат наши сообщения будут писаться справа сообщение других пользователей будут писаться слева мы будем с помощью логики нашего приложения менять вот эти вот данные в зависимости от того кто прислал сообщение замечательно теперь нам нужно здесь добавить текстовое поле посмотрим в документации видим что есть разные вариации импутов вот нас интересует пример вот этот текст арея посмотрим как она реализовывается вот таким образом скопируем так глянем здесь у нас vmodel используется давайте добавим такой vmodel значит это будет у нас объект форм в нем лежат текст вторая ничего нет выражается в дополнительный контейнер так видим здесь контейнер их ну уж ничего почему потому что там используется формы это компонент форм и нам также нужно прописывать формы мы используем обычный текстовая вот такое поле понятно теперь нам понятно положим его сюда здесь не нужен и в моду пусть будет это у нас форма точка так старая перейдем в сайт видим у нас вот здесь появилось текстовое поле но оно у нас прям в нашем диалоге вот здесь это не есть хорошо поэтому мы класс диалога вынесет в этот контейнер вот так теперь оно будет у нас сработать объединены у нас только наши диалоги текстовое поле ниже так используем текст по умолчанию пусть это у нас будет вот таким образом работать так ну и соответственно мы можем еще сюда добавить кнопку опять идем сюда находим buttons но тут тоже разные вариации давайте вот такую поставлю вот так вот значит я так понимаю раунд это у нас округление кнопки идет а color это мы задаем какого цвета она будет так давайте посмотрим раунд так давайте посмотрим раунд да и color да мы передаем какой цвет у нее будет тут у нас в примере здесь у нас саксес ухты какая она высоко то находится надо ее опустить вот здесь вот здесь возьмем нашу кнопку посмотрим это у нас раунд или на него старт нам нужно в конец его положить значит скопируем то то что делаем и ставим вот так оп теперь она у нас снизу только что-то очень у нас снизу поэтому мы добавим класс ей тн сэнд назовем ее так вот это нам не нужен уже класс сэнд и скажем чтобы ее margin был минус 10 пикселей 0 0 0 0 не хочется думать ценноcolor арм 0 okay дела на мы и опустим на 50 пикселей вот на 60 пикселей замечательно и давайте отодвинем ее еще и вправо значит слева у нее будет тот что пусть 15 пикселей вот такие дела так теперь вот этот вот наш список комнат сделаем выделенным тенью добавим класс скажем что это у нас лист и сделаем бокс шагу 1 пиксель 2 пикселя 3 пикселя и все это дело будет серого цвета смотрим видим выделяем сделаем он темнее вот так вот вот то что то есть сильность мстил и теперь теперь и теперь скопируем и сделаем отступ посмотрим уехал наш блок поэтому мы диалог сделаем 9 вот так я думаю что сегодняшний эксперимент и законченный немножечко мы стилизовались наш чат теперь можно продолжать над ним работать более красивее более красивее стал стиль его еще мы работаем всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал нажимайте нажимайте на колокольчик нажимайте на колокольчик оставляйте свои комментарии до новых встреч с этим